добрый день дорогие друзья продолжаем нашу правовую грамотность от большой советской энциклопедии 1975 года издания с вами галина конышева сегодня вот прямо начало нового дня 3 июля и я продолжаю такую тему как обещала аптация такое понятие аптация напрямую связано с плебисцитом потому что плебисцит связан том числе с отчуждением земель как мы уже поняли из предыдущих видео значит что такое аптация советской энциклопедии от латинского оптатио желание желание международном праве выбор гражданства лицами имеющими гражданство двух или более государств производимый на основании соглашения заинтересованных государств или их национальных законодательств чаще всего осуществляется при территориальных изменениях по специальным соглашениям понимаете идут плебисцит это территориальные изменения то есть российская федерация хочет утвердиться на территориях советского союза по крайней мере на территории рсфср который она занимает вот сейчас но не по праву но она хочет утвердиться соответственно ей нужно будет законодательство такое провести по международным законам соответственно у граждан будет выбор захотят ли какое они гражданство захотят я так понимаю возможно что те граждане которые являются гражданами запада или других стран не советского союза и не российской федерации им тоже будет дан такой выбор возможно так я так это понимаю так чаще всего осуществляется при территориальных изменениях по специальным соглашениям предоставляющим гражданам договаривающихся государства право оптации то есть право выбора гражданства дети как правило при оптации следует гражданству родителей примером оптации связаны с территориальными изменениями после второй мировой войны 1939 45 является мирный договор с италии 1947 согласно которому гражданам постоянно проживающим до 1946 на территории переходящих другим государством было предоставлено право оптации гражданства в течение одного года так что сейчас после плебисцита надо быть очень внимательными законодательствами что они там пишут по поводу гражданства после октябрьской революции 1917 года советское государство заключило соглашение об оптации с государствами выделившимися из состава большой совет российской империи например финляндии ряд соглашений об оптации ссср заключил после второй мировой войны например протокол об оптации к договору между ссср и чехословакии 1945 года а закарпатской украине предусматривал что лица украинской и русской национальности проживающей на территории чехословакии в районах словаки и лица словацкой чешской национальности проживавшие на территории закарпатской украины могут выбирать гражданство ссср или чехословакии но мы должны применять это вот к сегодняшнему дню соответственно у нас сейчас будет вводиться вот это то самое наверное и так полагаю российское гражданство которого не было до этого 1956 66 ссср заключился рядом социалистических государств конверт конвенции о двойном гражданстве которых также предусматривалась оптация гражданство вот это то что написано большой советской энциклопедии понятие оптация гражданство так что плебисцит это серьезная вещь и к ней нельзя так легкомысленно относиться к тому что происходит сейчас на территории советского союза я предполагаю что патриции но били титы так называемые они имеют все таки советское гражданство большинство из них вот так мне кажется я так предполагаю благодарю за внимание с вами была галина кунышева всех вам благ вот так и и Продолжение следует...